Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Марина Уордс. И я хочу предложить вашему вниманию сегодня небольшое бонусное видео. В этом видео рассказывается, как написать основные элементы вот этой прекрасной картины. Я назвала эту картину «Дыхание весны», потому что на ней изображены очень ранние весенние цветочки. Здесь изображены в основном гиацинты, которые находятся в середине этой картины. Вся картина сделана в очень красивых оттенках розового, сиреневого, даже немножко здесь есть красного добавлено. То есть очень такая приятная воздушная картина. И опять-таки, если вы посмотрите мое бонусное видео, то поймете, как написаны были цветы гиацинты, как мы написали здесь цветы веска. Это вот такие наши розовые, розовато-красноватые цветочки, которые очень такие здесь красивые, пушистые, как бы у нас растворяются в дымке картины. А также вы узнаете, как написать вот такой красивый глиняный горшочек с небольшой позолотой здесь, которая также нарисована. И поняв, как писать эти элементы, возможно, вы либо закончите эту картину, напишите ее, либо используете эти элементы для того, чтобы написать что-то свое, какую-то свою картину с этими цветами, или, может быть, с другими цветами, но вот с таким красивым горшочком, или какие-то взять другие элементы этой картины и сделать что-то свое. Итак, я надеюсь, что вы с удовольствием посмотрите это бонусное видео, наберетесь каких-то новых для вас техник. Дайте мне, пожалуйста, знать, как оно вам понравилось. Пишите мне сообщения, я есть в ВКонтакте, я есть в Фейсбуке, я есть в Одноклассниках. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, друзья, и будем общаться. Спасибо большое, друзья! До свидания! Итак, мы начинаем. Делаем сначала набросок, я буду использовать уголек. Уголь бывает, вот у меня есть такой более светлый, может быть, более темный у меня есть, а черный я взяла маленький кусочек его. Можно убрать любой, но вот для коричневого кувшина я решила сделать набросок. И я буду делать его очень толсто. Набирать. Я знаю, что тяжело работать, как бы, если вы хотите сначала делать небольшое наметку-карандашу, то вы можете это сделать, а потом уже взять уголек, им обвести. Значит, сама вазочка у нас немножко смещена от центра композиции влево. То есть, если вам удобно, разметьте ваш холстик на четыре части. Где-то 1 четвертая половина нижней холста, это там, где у нас с вами будет проходить стол. Где-то здесь. Я его набрала карандашиком. И потом на этом столе мы можем найти вазочку. И опять, если мы смотрим, это середина холста, то наша вазочка будет чуть пониже середины холста, немножко смещена влево. У нее такая круглая формочка. То есть, я сейчас подчеркиваю низ. Сделаем как бы такую полуулыбочку. Ну, если сейчас не совсем будет получаться, как-то у вас все, ну, не совсем четко будет получаться очистание, ничего страшного, мы можем их потом поправить. Ну, вот, в общем-то, где-то так. Я вижу, что, может быть, немножко потом мне придется ее доработать. Но это ничего страшного. То есть, вот мы нанесли, где у нас с вами будет наша основная вазочка. Мы еще с ней поработаем. У нас несколько центровых, больших цветов. Я их набросаю просто вот сейчас моим темным уголючком. Таким вот образом. Очень, как бы сказать, так, ну, размашисто. Не пытайтесь что-то сейчас выписать. Может быть, делать их можно больше таких заговорных движений. Один у нас будет вот здесь. Они как бы такими шариками. Но мы можем немножко показать, что вот этот будет больше идти, допустим, сюда. А этот как-то выходить сюда. То есть, чем интереснее у вас будет такое движение руки уголючком, тем потом, когда мы сделаем заливочку, и это у нас будет просвечено, тем будет интереснее. Еще один вот у нас, как бы, такой же идет сюда. Можно там небольшую сделать к нему, как бы, веточку. Так, вот наши основные цветы. У нас тут еще будет, конечно, много других цветочков, но мы можем их приблизительно наметить. Но здесь уже не так важно их намечать конкретно. Может быть, просто покажите наши веточки, которые у нас здесь будут. Я вот сейчас возьму опять коричневыми, больше он нравится. И вот как-то просто, где-то намеком, вот здесь одна, здесь будет одна, сюда пойдет одна, сюда, здесь несколько веточек. Возможно, вот так сюда. И что-то вот здесь еще будет идти. То есть, мы с вами приблизительно их расположили. Потом мы еще добавим наши красные цветочки. Они будут где-то вот здесь располагаться, здесь, здесь, просто пока, как бы, намек на то, где они должны быть. И так, то есть, здесь будет большая вот эта вот, наш букет будет выходить также сюда. Итак, вот наш первый набросок, который мы с вами сделали, того, где у нас, туда у нас падут все разные веточки. И давайте сейчас мы с вами поработаем над фоном. Сделаем заливку. Для этого мы с вами возьмем очень такая нежная, очень нежный фон, нежная заливочка. И для этого, конечно, нам нужно взять, я на таком сиреневых тонах, сиренево-розовых, голубых тонах. И вы видите, что у меня здесь бирюзовая, фиолетовая, краплак розовая и белила. Я сделаю несколько замешок белил со всеми себе красочками. Очень, так, можно сказать, чем нежнее, это, наверное, интереснее получится. Так, вот мой первый, который я сделала с бирюзовой. Вот еще один делаем сейчас с моим фиолетовым цветом. И еще один с розовым. И так же очень красиво получается, если вы хотите смешать розовый и фиолетовый. Он получается более такой лиловый. То есть, если вы хотите сделать еще один, немножко взяв розового, подмешав его немного фиолетового, то получится вот такой лиловый. Сейчас я вам его покажу. Немножко другой оттеночек. Тоже довольно-таки интересный. То есть, вот такой оттенок. Мы смешали розовый и фиолетовый. Получился немножко лиловый. Сейчас нам надо будет взять очень много фипоноида, растворителя. У меня здесь очень много... Ну, может быть, потом еще придется подливать. Довольно-таки большую кисточку нам нужна сейчас. То есть, если у вас есть широкая кисточка какая-то, любая, у меня такая, мы ее возьмем. И, взяв много растворителя, на картине свет идет с правой стороны, темная часть картины здесь. Взяв много растворителя, мы начнем с вами делать заливочку. Я, наверное, начну вот с розовой, с нежно-розовой красочки. И вот так немножко начну прорабатывать холстик. Если сейчас у вас немножко как-то взмывается здесь наш уголек, ничего страшного, теперь я возьму немножко голубого и туда же, ну, уйдя немножко, может быть, в сторону, буду делать такую голубую заливочку. Сюда продолжать, как бы, работать здесь с этим цветом. И немножко... Дальше будет более сиреневая. Здесь мне хочется больше... Чуть потемнее сиреневая возьмем. И вновь, может быть, немножко здесь розовая добавим. И вот эта вот ледовая, очень красивая наша, у нас можно вот здесь ее сделать немножко. Такую вот ледовую, немножко по близости. Если у вас, получается, какие-то такие мазки немножко... Вот, видите, как они идут, а выристо, ничего страшного. Теперь я более к низу сделаю чуть темнее цвет. Добавлю чуть-чуть больше голубого. Вот здесь, здесь уже будет более такой темный... Темный залив. Итак, еще теперь возьмем даже больше голубого, немножко сиреневого смешаю. И вот здесь на стол у нас пойдет вот такой более темный цвет. Если вы сейчас прикрываете вашу вазочку, ничего страшного, не переживайте. Пошла бы такая небольшая как бы прозрачность идти здесь на холсте. Сейчас это только наш пока первый слой. Ну и вот сюда я тоже добавлю больше такого розового, сиреневого. Вот в это пространство. То есть пока просто заполняю холстиком, да. Тихонечко делаем заливочку. Так, наш первый, как видите, такой полупрозрачный слой наш. И сейчас я добавлю там, где у нас идет немножко пространство здесь. Чуть-чуть я тоже добавлю. Очень легкий делать этот слой. То есть она должна немножко просвечивать должны наши рисунок цветовой, которые находятся внизу под красочкой, которую мы сделали нашим угольком. Он как бы должен немножко просвечиваться там. Я уже просто сейчас обмешаю различные красочки и заполняю, заполняю холстик. Делаю вот такие движения. Итак, это наша как бы первая заливочка. Сейчас я еще разочек посмотрю и чуть-чуть положу побольше церпаноидов на некоторых местах. Просто сейчас вот так. То, что у меня осталось, терпаноид вот на все это, на весь холстик. Можно немножко здесь все это сделать вот такую вот заливку нашу. Здесь уже должно быть должна быть вот эта вот прозрачность небольшая, небольшая, мне нравится небольшая такая вот эта потечность, которая у нас здесь сейчас происходит на холсте. Это очень интересно и дает нам вот этот вот полупрозрачность вот этого как бы фона картины. В принципе, мы сейчас немножко начнем дальше прорабатывать другие детальки. Сейчас у нас холстик очень, конечно, влажный. В принципе, обычно бывает хорошо, но мы немножко подождем, чтобы она остановилась. И я сейчас чуть-чуть добавлю больше темноты, где у нас находится стол. То есть вот здесь. Чуть доработаем. И тоже сделаем небольшую, чтобы была больше как бы замилочка. То есть опять возьму терпаноид. И особенно вот здесь. Даже, возможно, еще более темными красочками. хочу, чтобы очень у меня была более темная вот эта. Вот здесь именно. И где у нас стол вот здесь тоже. Чтобы была вот эта темнота с небольшим как бы потеком. То есть как тут у нас получилось? Так у нас и получилось здесь. Немножко можно чуть-чуть взбить, если хотите. Итак, у вас может быть по-разному происходить эта заливочка. Не переживайте, в принципе, чем она будет такая более интуитивная, тем интереснее будет потом смотреться. Итак, следующая у нас будет проработка нашего горшочка. После того, как вы сделаете заливку, оставьте, дайте немножко, может быть, подсохнуть, если у вас очень влажно. И для горшочка нам понадобится сиена жженая, камни красный, охра желтая. Если у вас есть сиена, и также у меня есть золотая красочка, ее необязательно. Мне просто интересно попробовать, посмотреть, что получится. То есть возьмите их. И я сейчас вам покажу технику. Нам не надо даже будет их выдавливать на палитру. Мы пробудем выдавливать сейчас все это на холст. Как вы видите, с левой стороны, это на самый темный час, я беру сиену жженую и вот с этой стороны просто выдавливаю ее на холст. Здесь немножко ближе к серединке даю камни красный и немножко еще кохрочки сюда и там у меня сиена жженая и опять камни красный в этот краешек. Видите, холстик довольно-таки влажный. Внизу у нас как бы такая небольшая каемочка и здесь я возьму сиену можно взять охру золотистую немножко положить ее туда тоже и я чуть-чуть добавлю особенно вот с этой стороны золотой краски. Вы не обязательно, но вам не обязательно ее дополнять. То есть это уже у меня как бы я чуть-чуть где-то еще добавлю сюда. Неважный эксперимент, который я провожу, посмотрим, как получится у нас. Ну вот, в общем, эти красочки мы сейчас выдавили и теперь берем истихинчик и вот так начинаем потихоньку-потихоньку заполнять нашу ванточку. Сначала самую темную часть. Даже у нас очень много сейчас с вами на холсте уже растворителя, то нам не надо, конечно, никакого больше растворителя добавлять. у нас уже так очень-очень много здесь на холсте. То есть заполняем, заполняем. Сейчас, немножко подойду, там поближе. Получается, такая-то уже небольшая полупрозрачность у нас в нашем горшочке. А теперь мы стихинчик вы можете хорошенько вытереть и внизу вот эту дополнительную нашу полосочку, которая у нас здесь будет. Мы сейчас себе тоже здесь положим. Несколько много я выдала краски, а можно чуть поменьше, если вы это будете делать. Чуть-чуть добавьте, как чуть-чуть из нашей нижней стороны можно поправить, положить немножко наверх. Так, чуть-чуть сиена вот в эту сторону чуть-чуть затемнить. Так, пока, ну, в общем-то, что-то так у нас получается на форме горшочка. Сейчас мы с вами возьмем газетку и немножко доработаем это все газеткой. Конечно. Я снимаю газетку горшочек. Не важно такой кусочек газетки. Мы сейчас с вами возьмем небольшой цветочек. И вот сейчас просто немножко вот так покажем текстурку нашего горшочка. текстурки нашим горшочку сюда немножко вниз. И если вы перевернете немножко, сделайте с другой стороны, чтобы чисто было. И немножко здесь тоже сделаем структуру. Просто такое показать сначала добавить структуру. еще будем с ним работать, только начало нашей работы с горшочком. Но где-то он должен выглядеть вот так вначале. Итак, поправьте если вы хотите. Сейчас взять мастихинчик и чуть-чуть где-то какие-то краешки немножко. Потом сами еще и доработаем потом. Сейчас возьмем и самая светлая часть нашего горшочка, которой у нас много вот здесь. Можно подтереть ее. А также очень светлая часть у нас горшочка и здесь. Мы тоже немножко вытрем. Ряпочкой можно взять ряпочку, можно взять какую-то просто бумажку у меня просто бумажка. Я немножко вытираю здесь вот эта часть наша. Здесь будут эти веточки закрываться, то есть тут не очень важно эта доработка. Итак, у нас следующее, что мы будем с вами делать, мы подождем, пускай немножко здесь у нас подсохнет. Мы возьмем с вами опять нашу охрочку желтую и беленьки и возьмем кисточку вот такую, если у вас есть небольшую, наверное, где-то сантиметровую, немножко скошенную кисточку. Вот у меня эта кисточка и вот сиена и белилки. Я положу чуть побольше, извиняюсь, охры желтые и белилки. Немножко положу побольше сейчас охрочки. И вот здесь мы начинаем потихонечку заполнять немножко охрочкой здесь наше все. И чуть-чуть прибавляем белилки. продолжаем. Еще немножко подвинуть поближе камеру сюда, чтобы вам было лучше видно. Итак, белилки у нас в середине и мы немножко как бы уводим нашу красочку здесь по кувшинчику. Немного уводим никуда и сюда. то же самое мы с вами положим белилки и сюда. И здесь уже очень много охрочки, поэтому мы просто положим белилки и немножко разбросаем чуть-чуть в этой части, чтобы она осветилась. Может быть даже чуть-чуть спарим. Если вам нужно побольше добавить светодобрат из верхнего фона. И сейчас можете поправить немножко сделать по форме получше ваш кошечек. Смотрите, вырвните его так, как вам хочется, чтобы он у вас был. Смотрю. Не переживайте, если у вас немножко не совсем идеально сейчас, потому что тут очень много веточек идти, то есть там они немножко закроются. Сейчас мы идем чуть-чуть здесь в краешке наш горшочек и проработаем немножко низ горшочка. Где у нас с вами находится? Здесь, конечно, он больше уходит у нас темноту. еще небольшое одно донышко внизу. его покажем. Ничего страшного, если у вас пока сейчас он, но вы еще не видите формочку, опять-таки, не переживайте. Сейчас немножко его здесь. Будет очень много листочков еще сверху закрываться. Что-то еще все мы сможем с вами очень хорошо доработать. Так, продолжаю вписывать, как бы вписывать все это в фон. наши варечки. Немножко вводя ее туда. листочково. И мы здесь поправим вот эту часть, мы ее сделаем настихинчиком чуть-чуть, чтобы понять, где она у нас находится. сверху наш темный фон. Работаем вниз, чтобы понять, где идет немножко побольше сиена. Где-то здесь она у нас будет. А эта немножко здесь хранится мы чуть-чуть затемнем с ней. потом это подправим. Ничего страшного, нужно будет немножко убрать. Мы продолжаем. Здесь чуть-чуть доработаем. Ну, принцип вам понятен, я думаю, как мы ее делаем. Как мы делаем эту вазочку. потом еще добавим чуть-чуть больше золотистого. Мои золотистые красочки сюда чуть-чуть, чтобы она мне немножко больше горела здесь. Мне это очень нравится. И я потом очень осторожненько поработаю вниз. Сейчас просто неудобно с этой стороны. продолжаем дорабатывать саму вазочку сюда. Сейчас я вду немножко чуть-чуть ниже. вазочку. Я вазочку. И так просто мы сейчас уже разбрасываем, как бы разметываем красочку везде потихонечку. Движение кисточки как бы крест на крест вот такие, квадратики такие мы делаем ей кисточкой. Так, еще разочек можно чуть-чуть разбросать светлую красочку края. Но пока вот горшочек как у нас сейчас получился, я пока оставляю, сейчас можно прийти еще немножко с ним поработать и его доработать, а мы сейчас переходим к цветам. Минутку я сейчас просто стану прийти к картинам и поправить форму кувшина, потому что не видно мне с той стороны абсолютно формочку не видно. Хотелось бы ее поправить. Конечно, птица у нас не будет этого темного. Я его беру. Можно взять мастихинчик, иногда очень вкусно. Мастихинчик можно снять францучку, положить в колено, если нам надо. И сейчас я возьму немножко белила. И самое светлое. Учаточки как бы немножко вот здесь у нас на вазочке, а внизу сейчас чуть-чуть горит. Мы видим это. А также чуть побольше белилок немножко вот сюда. Она как бы идет вот таким образом. Немножко можно их чуть-чуть смешать с формой здесь. Но опять-таки снова баточка, по-моему, уже получается по форме. Я немножко доработаю здесь все эти краешки потом. Давайте с вами перейдем к цветочкам и сделаем наши самые первые, наши самые центральные цветы. Для этого нам, конечно, понадобится наш сиреневый. Сиреневый, в принципе, те цвета, которые у нас были для фона, которые, видите, у меня уже они многие, я их использовала уже. Сейчас добавлю опять розовое. Добавлю сиреневое. У меня осталось на парите бирюзовое. И я положу еще немножко голубой ФЦ. Глубой ФЦ чуть-чуть сюда тоже положу. Сейчас я вам эти красочки продемонстрирую. Вот они. Итак, все то же самое, что у нас было, только немножко я добавила голубой ФЦ. И мы сейчас с вами возьмем, можно опять взять тряпочку или салфетку. И немножко под наши цветочки, там, где они у нас будут. Мы чуть-чуть протрем наш холст, чтобы даже нам понять, где они у нас будут. Мы, может быть, сейчас уже не так хорошо их видно. Потому что они у нас много стерлись. Здесь фоном пришались. Здесь вот еще будет одна у нас. И вот мы с вами нарисовали еще одна пойдет сюда. То есть просто надо сейчас это немножко нам портерить. Все эти места под наши цветочки. Вот мы сейчас их сделали. И мы с вами возьмем, ну, я уже буду брать мастихинчик. И сейчас мастихинчиком я сделаю небольшую такую, ну, темно-сиреневую подкладочку вот такую. Можно их осекать и чуть-чуть лишать бирюзовой ее, чтобы она получилась более такая, ну, более светлая, не такая, темная. И немножко такая мобилистая вот здесь. Вы видите? Такой рассветок. И немножко. Сейчас. Даже чуть добавим бельевки туда. Чуть-чуть буквально. И мы сейчас просто вот там закидаем. Можно чередовать, брать просто где-то сиреневую вот эту нашу карточку. Тоненьким-тоненьким слоем. У нас первый слой. В работе. Где-то я взяла вот просто. Пусть можно даже мешать и брать немножко. Я сейчас и розовую туда возьму. Но в основном стараемся сейчас пока без бельева. Это все заполняем здесь. Подбрасываю туда туда пончик. И тоненьким слоем довольно-таки тоненько заполняем. То есть вот, если у меня получается толстый слой, как будто мастихином, я уже сразу могу его посмотреть, какой толщине мне нужен слой здесь. Чуть-чуть можно убрать. Здесь он будет, этот цветочек, он будет заходить немножко на вазочку, поэтому можно чуть-чуть здесь почистить. Такое пространство немножко. В принципе, у нас все листочки будут уходить туда. То есть мы сейчас ее чуть-чуть почистим, чтобы у нас была возможность работать там. И опять наш сиреневый. Наш немножко розовый. Заполняем вот это все пространство. Заполняем и положим сюда. Это наша самая ценевая цветущая. Поэтому, может быть, просто побольше, чем на нашем сиреневом сюда можно положить. Он как бы отстоит от остальных цветов. Немножко поближе, но это не страшно здесь у нас. В принципе, вот наша подкладочка под наши цветочки. Она готова. Вы ее видите. Сейчас уже мы будем брать, то есть вот наш первый слой под цветы, под эти основные цветы. Теперь мы возьмем с вами, опять повторяюсь, тут у нас была фиолетовая, фиолетовая, кроплак. Мы с вами еще пока не брали самую нашу темную вовую ФЦ. Возможно, но мы с вами ее потом не будем работать. А сейчас мы будем добавлять белила. То есть я возьму сейчас белилки. Выдавлю себе на палитрочку. И сделаю первый замес такого. Возьму немножко розового. Сделаю с белилками такой цветик. Еще один сделаю фиолетовый с белилками. И, может быть, еще, так как у нас все-таки есть голубой. Немножко голубой с белыми ягодами тоже здесь не мешают. Те же самые фона, которые у нас были в нашем фоне. То есть у меня тарелочка уже такая, где запачка. Наверное, вы видите, что вот у нас белая сиреневая, у нас белая сиреневая, у нас белая с розовая, у нас белая с голубая. То, что нам надо. И сейчас мы с вами берем истихинчик. Начнем с сиреневого. И как мы начинаем вырезать наши цветочки. То есть работать, делайте квадратные немножко движения, рубленые, квадратные такие вот движения, заполняя холстик. Возьмем также, то есть вот мы немножко взяли сиреневую, возьмем немножко розовый. И также рублено, можно уже немножко заходить, проходить на фон, то есть это ярче у нас получается свет. Может быть даже какие-то листочки у нас тут проработаются побольше. Начинаем вот так же рублено, заходить и добавлять. Особенно сверху, вот можете здесь немножко попробовать, дополнять вот этот вот цвет туда немножко. Рублено, рублено. Добавляем. Конечно, самый светлый у нас, в юрте свет с правой стороны, то есть вот этот отсюда. Книзу будет более темный. Сейчас я возьму немножко голубой здесь. То есть вот так немножко рублено. Добавляем. Детеневая у нас с вами. Можете взять чисто фиолетовый. И уже вот такие более темные. Туда будем делать подкладочки более темные. И даже возьмем наш с вами голубой соц. Самые темные места. Ну или чуть-чуть туда. Сейчас подложим с вами. Немножко еще поднимаем. И с этим цветочком. Призы улитюные. Прямые. Сейчас выливается только в розовый, допустим. Немножко так, да? Уже какие-то немножко другие рубленые движения. Создавая множество. Даже вот сейчас я чисто белым. Добавляю туда еще. Уже светлый голубой. Создавая такой объемчик нашей цветам. У нас еще будет заливочка, которая падает сверху. Чисто белая. То есть мы еще пока не закончили здесь все. Помним, что к низу цветы у нас идут. Все. Более темные у нас здесь проявления цветочков наших. Внизу. То есть я опять делаю вот такие рубленые движения. помню, где у нас цветовая часть цветка, да? Где у нас теневая часть цветка. Я их вот здесь прорабатываю и дорабатываю. И пока немножко стараюсь добавить там, где у нас цветочек. И вот здесь будет еще розовая часть цветка. Здесь, конечно, у нас больше будет. Какая-то цветочек будет заходить туда. Теневая часть. Немножко опять еще розового. Может быть здесь будет темные розовые оттеночки. Так, конечно, он будет поднями, поэтому будете темно, темно. Так, заполняем, заполняем. Итак, мы немножко прорабатываем цветы. Опять здесь главное у нас движение мастихина. Мы положили очень много различных уже оттеночков туда. Темно-синий, голубой ФЦ. Везде, где у нас будет теневые места. И сейчас добавляем, также положили немножко розовый с белилками, сиреневый с белилками. И сейчас уже сверху я начинаю добавлять чисто белый цвет на самых ярких местах. Опять кладем его несколько такими обрывистыми движениями, сотовая множество листочков или песочков, которые там есть на холсте. Немножко отрывисто, чтобы получилось такое красивое движение. Это то, что мы сейчас стараемся, чего мы стараемся добиться. Насколько больше здесь срединки светлого добавляем. И здесь, в принципе, уже я довольна, как получается чуть больше светлых цветочков. Светлого вот на этом цветочке. То есть опять немножко... Если мы переложили сиреневый цвет, то можно немножко подснять где-то. Попустим вот здесь или еще. Положить вот этот цвет и можно уже немножко добавить вот сюда. Сейчас берем... Хочется здесь несколько сделать, чуть побольше. Вот это вот, потому что у нас самый такой большой цветок, который выходит на передний план у нас. Ведь его хочется сделать как бы несколько таким большим пушистым. Вот именно здесь. Добавляем также... Немножко у нас будет светлого, конечно, здесь. Добавляем его. Пока не волнуйтесь о форме. Мы немножко с формой потом сможем ее тоже доработать чуть-чуть. Где-то вот таки. Если наоборот перебелили, добавляем где-то темноты. Таким образом отделяем один цветок от другого. Для темных самых мест мы сами используем голубой ФЦ. Здесь они как бы сливаются у нас. Мы туда еще положим небольших зеленых листочков. То есть, в принципе, это уже хорошо. Сейчас мы уже есть розовый с белками. И немножко еще добавлю вот в этот цветок какие-то такие вот интересные моменты. Он опять-таки там у нас в тени. На него находится, находит селень. То есть, оставляем его таким. Сейчас мы с вами немножко поработаем с зеленью. Для этого возьмем тарениструю зеленую. Можно взять изумрудную зеленую. Конечно же, кармель желтый нам необходим будет. Я сейчас несколько красочек сразу вытавливаю себе по полеточку. Какие у вас есть зеленые, любые зеленые, вытавливаем их сейчас. У меня целый здесь набор разных зеленых красочек. Я хочу сделать несколько более свежую краску. В основном, конечно, это у нас будет желтая. Я смешиваю сейчас таренистый зеленый. И немножко смешиваю также желтый с моей светлой зеленой красочкой. Сейчас покажу вам лучше всего. Просто сделайте себе несколько оттенков. Какие у вас там есть, смешайте с желтенькой. Можно смешать с какой-то более... Если у вас лимонные есть желтые, то тоже хорошо. Для самых семейных, конечно, изумрудная подойдет. И вот я сейчас немножко начну набрасывать какие-то листочки, которые у нас здесь идут, веточки. Такими вот движениями. Костик уже немножко у нас стал. Немножко здесь засохло все. Ну, в принципе, ничего страшного. Сразу как-то обозначим, что моя поэтому веточка сюда. Вспомним несколько веточек сюда. И вот просто вот такими какими-то движениями. Сейчас очень такими свободными. Не знаю, где наша идет эта веточка. Немножко забрасываем, набрасываем. И вот будет у нас еще одна. Идти вот сюда. Начинаем набрасывать наш взлет. Вот таким вот образом. Очень много веточек у нас различных. Конечно, сливая у нас будет с этой стороны. Просто движениями мастихинами, они совершенно свободные такие. Так как холстик у нас сейчас высох, то видите, они даже немножко получаются такие как бы с пробелами. Когда у нас так появляется наш холстик, ничего страшного. Просто вот такие движения разнообразные совершаем с этой стороны. И потом, значит, просто где-то где у нас эти веточки будут. Теперь можно взять травянистую зеленую. И немножко добавить травянистый зеленый сюда также. Здесь очень много у нас веточек. Добавляем сюда и травянистый зеленый. То есть работает пока с теневой частью нашего букета. Здесь у нас еще будут красные цветочки. Поэтому мы их потом помним. И здесь несколько цветочков у нас будет. Немножко они попадают на свет. Мы их тоже обозначим. То есть сейчас продолжаем вот так. Заполнять холстик. Я сейчас тебе еще немножко выдавлю зеленые 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 красочки. Так, у нас одна веточка пойдет сюда. Немножко. То есть я сейчас просто еще чуть-чуть положу немножко темного побольше. Потому что довольно-таки там много листиков с этой стороны идет у нас. Множество у нас листиков сюда идет. Какая-то даже веточка пошла у нас сюда. И вот таким образом набираем, набираем наши листики здесь. То же самое с другой стороны мы сейчас с вами будем делать. Итак, сейчас мы с вами, как видите, я проработала немножко. Просто показала, где у нас будет приблизительно листочки. То же самое. Движение мастихинчиком. Не забывая, в теневой у нас была изумрудная красочка. Тревенистая зеленая. Здесь тоже изумрудная. Тревенистая зеленая. Но сверху мы когда добавляем его в тренистую зеленую, желтую. Или берем более светлую красочку. Несколько листочков более светлых я на этот край положила. Сейчас мы с вами будем добавлять очень красивые такие мелкие розовые цветочки. И если у вас есть розовая или красная краска, она тоже здесь подойдет. Можно взять также алазуриен. Вот алазуриен, она немножко здесь, если вы видите. А если... Немножко просто было вам больше было понять, какой же это цвет. Вот такой, как ягодка. Как какая-то такая яркая ягода. Я сейчас немножко сделаю в разбиле для вас вот здесь. И покажу, какой немножко другой цвет. Покажу розовый в разбиле и вот этот в разбиле. Вы видите, какая здесь есть разница. В принципе, там не очень большая ярница, но она есть. То есть, вот... Вот наш розовый в разбиле, вот наш алазарин в разбиле. Я попробую пользоваться алазарин. Может быть, даже немножко красненького мы здесь добавим. Но начнем с того, что... Положим нашу зимурию. Это такие небольшие воздушные цветочки. Они практически как бы... Даже я сказала... Такие вот... Как зонтиком сделаны эти цветочки. То есть, стараемся сделать вот такие вот... Сначала, конечно, тенистую часть наших цветочков. Вот такими зонтиками. То есть, вот один зонтик. Вот сейчас будет второй зонтик вот здесь. Они не очень большие, но мы можем их сделать чуть побольше, если мы захотим. И они не только как зонтиками... Может быть, это еще вот здесь такой вот... Еще один зонтик покажем. Они также идут как бы на самой веточке. И здесь они более, как бы сказать, такие... Даже вот так вот... Поверьте, я бы даже и сделала. Вот таким вот образом. Такие пушистые. Практически даже немножко напоминают, как если бы мы с вами рисовали сиренку. Вот она бы так же у нас немножко изображалась. И вот еще здесь они идут, в эту сторону. Я сейчас немножко подойду. Вот так одна сюда идут. Можно ее показать чуть побольше. Она как бы торчит чуть-чуть сюда. Так. И еще одна. Смотрю, Саня с рисунком. Еще одна пойдет у нас как бы вот здесь. Как бы пачкать идут. Вот так вот. Извлекается. И сюда уходит. То есть я сейчас работаю с алазарем. Если у вас нет алазаря, вы можете взять, работать с... Просто с... даже с красненькой, с розовенькой. Может быть, даже какую-то красную я сюда и... Да, пыльны потом немножко. И опять здесь небольшие как бы пары веточек. То есть опять я просто пока наличаю, где они у нас будут. Смотрите, чтобы композиция была у вас... Продолжала оставаться красивой такой. Чтобы все было довольно-таки композиционно-пропорционально. И еще одна веточка такого же цвета у нас будет с левой стороны картины. Вот сюда она такая очень большая. Сюда уходит в край. То есть где-то вот здесь я ее сейчас сделаю. Здесь у нас переконывает зеленая. Ничего страшного. Немножко она у нас затенилась. Но в принципе это даже хорошо, потому что это у нас... Здесь у нее у меня часть. Она находится здесь тени. Ничего страшного, если она чуть-чуть там подмешалась. Или приняла какую-то, взяла какой-то другой немножко синевой оттенок сюда. И она куда-то уходит туда за пределы картины. Так. То есть вот композиционно мы еще добавили, значит, эту красочку. у нас есть немножко сиреневых карчащихся цветочков. Вот они идут вот здесь. Сиреневые. И буквально вот чуть-чуть опять тоже пока для первого слоя. это будет вот такой вот... Тоже просто показано, где они у нас. Пачка здесь. Такая идет. И может быть еще давайте посмотрим. Немножко вот здесь чуть-чуть их есть. И так вот наша композиция, как мы ее видим. Там будет немножко еще зелени добавлено. Вот теперь, значит, мы проработали с вами все темные места. А, берем, начинаем работать со всеми красочками. Опять-таки, моя алазарь теперь разбили. Начнем с тех, которые у нас больше как бы зонтиком идут. И начинаем на макушечке вот так вот чуть-чуть добавлять этот светлый наш цвет. И, вы смотрите, где-то, может быть, нам придется еще добавить нашего темного, где-то еще добавить светлого. Сейчас посмотрим. У нас будет еще один тон. То есть, не думаем, что это все у нас уже. Будет еще один тон обязательно. Пока делаем вот этот второй наш слой. Не забываем, что свет у нас падает, конечно же, с правой стороны. Поэтому более светлая часть будет правая часть. Там, если вы видите, что можно где-то уже надо затемнить. Вот я сейчас одновременно и засветляю, и затеняю, добавляю теневые, где там нужно добавить. То есть, вот они сюда пошли, наши теневые какие-то части. А здесь довольно-таки темная часть макета. То есть, сюда сразу можно положить перенистого зеленого в виде, ну, как бы, какие-то там листочки. Сразу сюда мы его положим. Еще немножко. Это изумрудная стена у меня. Это изумрудная стена. Я сейчас немножко еще его выдавлю. Сюда себе сейчас немножко здесь добавим. Она еще будет где-то чуть-чуть и здесь, и здесь где-то у нас идти. Вот это наша травянистая зеленая. Потом мы еще ее проработаем. Можно ее опустить сюда вот вниз. Здесь вот такие два темных. И сюда можно сделать, если хотите, немножко листочков. Там мы еще опять сделаем больше и больше листочков, подработаем с той стороны. Чтобы вам сразу было видно, где у нас здесь идут листья, чтобы не было здесь, и где у нас идут наши цветочки. Так, следующий у нас цветочек. Это вот здесь, да. И опять, они практически даже здесь немножко как какие-то ягодки, что ли. Такие немножко по форме. То есть опять, мастихинчиком сверху легко, только на какие-то верхние части мы кладем красивый наш цвет. Давайте идем сюда и его добавляем. Он у нас будет идти сюда. Еще там, где у нас красивый нежно-розовый получился, это будет наш самый светлый. Я просто сейчас его покажу. Видите, когда мы добавляем вот этот вот нежно-нежно-розовый, у нас так получается более, конечно, объемно сразу же. Здесь, допустим, его положу, сейчас будет очень видно, что вот этот очень светлый, светло-розовый там как раз наполняет, дает объемность нашему букету здесь. Так, продолжаем. Немножко наносим здесь такого светлого-розового нашего. Наш третий такой объемный слой. Еще. Тут даже нужно будет потом положить несколько более светлые на самые светлые участки. Просто вам покажу сейчас, пока я их не буду делать, потому что мне надо будет понять, после того, где все мои цвета, где будут эти самые светлые участки. Так, еще здесь добавляем, да? Тут будет очень светлые. Какие-то, может быть, даже они выходят у нас тут из букетов. Между ними можно уже сразу сейчас положить какие-то там у нас идут листочки. Может быть, более яркие, где-то более теневые. То есть, вот здесь вот эта вот наша цена. А там мы потом пропишем какие-то отдельные из них цветочки. Пока вот так вот все вместе сделаем. То есть, такое общее пятно. Но мы работаем над общим пятном сейчас. Также, если у вас осталась голубая ФЦ, потому что, в принципе, очень темное вот здесь пятно, немножко можно добавить даже вот этой голубой ФЦ, затемнить его. Конкретно здесь чуть-чуть затемнить. То есть, глубина у нас там ушел букет, наш глубину. Так, следующее, что мы продолжаем. Набирать наши цветы. И уже сразу мы видим, что у нас здесь есть вот этот наш сиреневый, который у нас такой торчащий. Можно взять сиреневые разбили. И вот здесь вот таким вот образом они более такие торчащие. Как бы здесь что-то такое... Ну, я не скажу, что это такая... Какие, знаете, бывают, но они как бы торчат. Но мне вот почему-то не хватает здесь немножко. Очень хочется почему-то чуть-чуть голубенького. Не знаю, почему. Особенно вот где-то вот тут скрываем. Немножко сделать более голубого. И, конечно, сейчас надо придать формочку вот этому нашему цветочку, который у нас идет. То есть, он более такой, как шишечка получается здесь. Наташа заверну немножко вот здесь. Это голубая ферцея сейчас. Да, подкладываю голубую ферцея. Опять возьмем нашу фиолетовую красочку. Куда чуть-чуть дополним в эту сторону. Так, у нас еще осталось здесь. Дорабатываем здесь немножко нашу ветку. Здесь не будет так ярко, конечно, как там. Но все равно будет какая-то садовая часть. В этой ветке, конечно же, с той стороны тоже. Я сейчас наполняю. Она уходит где-то. В ту сторону. Там еще такая еще сильная. Ну, ножица точно потом. И так. Я продолжаю. Я немножко закончу с фасочки. Я еще сделаю себе сейчас. Побольше выдохлю розовой. И нашего алазарина. Грузовая алазарина. Конечно же здесь у нас будет идти небольшая световая часть. Придеть. Придеть. Немножко где-то даже разлохматить. Вот чуть-чуть. На нашей леточке. И, наверное, возьмем еще немножко. Сейчас поработаем еще с листочками, чтобы нам немножко понять, как они у нас идут. Дополнительные листочки. Теперь уже стараемся делать их немного больше по форме. Наши цветочки. А мне листочки. Они такие очень маленькие. Торчащие. Разные стороны. Так. Вот здесь немножко старайтесь скрутить вертину. Как бы подключить немножко свою руку. Здесь тяжело с этой стороны. Но постарайтесь. Как-то так, чтобы у вас лучше есть какие-то отдельные такие листики. Если вы можете. Даже намек на какие-то отдельные листики. Это уже хорошо. Конечно же парочку посветлее мы здесь положим. Чтобы сразу было видно их. Какие-то более светлые. Я постоянно меняю, как я стою у хвоста. В зависимости от того, где мне нужно проложить мои листочки. Сейчас так постепенно буду заполнять всю картину. Добавляя. Добавляя. Я извиняюсь, если я сейчас в каких-то местах буду ее закрывать. Но я думаю, что по крайней мере понятен принцип. И вы сейчас занимаетесь тем, что просто добавляете наши листочки везде здесь. Наш холст постепенно добавляешь. Так, до конца. Наш холест получатые. Программы. Время помню. Время помню. Наши смазки.